Всем привет! Я просто снимаю это видео, чтобы люди знали, что в этом году в Великобритании отмечается День целевых людей. Так что это произойдет 29 августа 2023 года, и это всего лишь видео, в котором рассказывается о некоторых деталях этого события. Так что прежде чем я начну, я хотел бы представиться на случай, если кто-то из вас не знает, кто я такой. Привет, меня зовут Марк Уильямс, я тренер по жизни из Лица, а также являюсь владельцем компании Yotid UK уже более года. Так что в этом видео я хотел бы просто рассказать о некоторых деталях предыдущих протестов. Итак, в 2019 году мы провели акцию протеста, которая, по моему мнению, стала самой масштабной за все время, в которой приняли участие около 65 человек. Она была организована совместно мной и другим сотрудникам TI. И в 2021 году я сам провел акцию протеста, где я был главным организатором этой акции протеста, на которую пришло около 30 человек. Что было огромным успехом, учитывая, что мы действительно организовали ее только за последние 4 недели. Это просто дает людям представление о том пути, который я и Великобритания проделали до сих пор в связи с протестами. Итак, следующее, что нужно сделать, это просто наметить цели, которые я хотел бы достичь в этом году. Итак, цель на этот год и причина, по которой я так рано начинаю выводить продукт на рынок за 5 месяцев вперед, заключается в том, что нам нужно 100 человек. Нам нужно 100 человек, чтобы действительно изменить ситуацию к лучшему. Если мы сможем собрать там 100 человек, это действительно покажет им, что мы серьезно относимся к делу и серьезно относимся к этому делу. Так что я думаю, что это действительно наименьшее количество, которое нам нужно, если мы действительно хотим, чтобы нас воспринимали всерьез. 100 – это большое число. Так что я очень-очень хочу призвать всех приложить усилия, чтобы быть там, и записать это в свой дневник, чтобы быть там в течение дня. Не нужно прилагать особых усилий, чтобы купить себе дешевый билет на автобус типа Мегабус, или, знаете, добраться до Лондона на один день и провести там всего один день. Итак, следующая цель на этот раз заключается в том, чтобы мы снова немного пошумели. В прошлый раз, когда мы действительно немного пошумели и нас заметили, нас действительно заметила публика, люди, которые проходили мимо. Я уверен, что люди даже на Даунинг-Стрит-10 знали, что мы были снаружи, потому что мы производили так много шума. И это было здорово, на самом деле цель этого года – сделать то же самое и произвести столько же шума, если не больше. Кроме того, я бы посоветовал людям посмотреть видео по улучшению дня TI, которое я разместил на своем канале YouTube, в котором описываются многие стратегии для проведения дней TI для других людей, которые хотят провести дни TI, но также и для людей, которые придут просто посмотреть. Так как это поможет вам разобраться в некоторых стратегиях, о которых я могу рассказать в этот день и просто поможет вам в целом как-то проявить себя в этом мире. Лучший способ. Это примерно-примерно с пятого по десятое видео. Я не могу точно вспомнить, где оно находится, но ты обязательно его найдешь. Именно так называется этот день. Следующая проблема заключается в том, что у меня нет времени на то, чтобы полностью погрузиться в это видео, потому что я хочу сделать его коротким, чтобы полностью описать все, чему мы могли научиться с момента нашего последнего показа. Так что я остановлюсь только на некоторых моментах. Но прежде чем я это сделаю, я просто остановлюсь на деталях. Итак, это будет происходить по адресу Downing Street 10, почтовый индекс V1A2AA, и мы будем стоять напротив черных ворот на Downing Street 10, знаменитых черных ворот. И мы собираемся, будьте напротив на Ричмонд террас, и я уверен, что вы сможете увидеть, где мы находимся, это будет очень заметно. И мы собираемся встретиться в час дня. Так что на самом деле час дня – это официальное время начала, и мы будем работать до 7-15 вечера, и это будет официальное время окончания. Я просто хотел бы призвать людей остаться на весь день, чтобы убедиться, что они спустятся вниз не только для официального времени начала, и оставайтесь до официального времени окончания. Но на самом деле спускайтесь раньше, чем в час дня. Если сможешь, спустись вниз примерно в половине 12-го, встрется там с другими коллегами и просто поболтай. Я приеду, вероятно, около 12 часов 45 минут, потому что я уже еду, мне нужно ехать на автобусе и злиться 5 часов. Так что знаешь, для того, чтобы я мог быть, когда я нахожусь на самом свежем и лучшем уровне, это лучший баланс и лучшее время, когда я могу спуститься вниз. Но я бы посоветовал людям, особенно если вы живете еще ближе, попытаться приехать туда к 11-ти часам дня, пообщаться друг с другом, узнать друг друга получше, наладить взаимопонимание и объединить усилия настоящей команды. Это будет лучшее, что мы можем сделать. А также просто поощряйте людей как бы к тому, чтобы когда в час дня начнется настоящая акция протеста. Они действительно сосредоточились на протесте и, пожалуйста, не занимались пустой болтовней, а просто общались с людьми или садились за стол. Именно в это время нам нужно раздавать листовки, по-настоящему сосредоточиться на протесте и поднять шум. Так что я призываю тебя прийти пораньше, чтобы как можно скорее уйти с дороги, поговорить и пообщаться. Я вовсе не хочу сказать, что ты не собираешься ни с кем разговаривать, но все равно как-то выстраиваешь это взаимопонимание. Но в целом, и это самое главное, основное внимание будет уделяться сотипроцентному протесту и шумихе, раздаче листовок. Кроме того, у нас будет время после мероприятия в 15 часов вечера сходить в паб, перекусить и выпить, а потом снова расскажи об этом. Но в то время, когда мы действительно проводим акцию протеста с часу дня до 7.15 вечера, мне бы очень хотелось, чтобы люди нужно по-настоящему сосредоточиться на раздаче листовок и максимально использовать эту возможность, а также оказать максимальное давление на Даунинг-стрит 10. Потому что мы хотим, чтобы люди, находящиеся там, Риши Сунак и другие депутаты парламента, важные люди, знали, что мы находимся снаружи и поднимаем шум. Мы хотим оказать на них как можно большее давление, поднимая как можно больше шума, а также максимально привлечь внимание общественности, раздавая как можно больше листовок. И рассказывая людям о невероятных способах информирования о программе. А потом мы пойдем в паб, как уже делали в прошлом. И я также просто хочу сказать, что знаете, в качестве еще одной детали, прошлый год был лучше, или лучше сказать, что 2021 год был лучше. Потому что больше людей вывесили баннеры и плакаты, и это было здорово, знаете ли. Все еще есть возможности для улучшения, все еще есть люди, которые не удосужились снести их. И я действительно очень хотел бы призвать всех снести баннер или знак. Потому что если у нас не будет баннеров в качестве знаков, то люди не будут знать, о чем идет речь в нашем протесте. Они могут слышать, как мы говорим о разных вещах, но они не поймут сути происходящего, а это значит, что хороший знак может просто мгновенно подсказать вам, что это такое. Все предельно ясно. Так что, пожалуйста, убедитесь, что каждый из вас взял на себя ответственность за то, чтобы разместить свой собственный баннер или вывеску, в которых рассказывается о деле целевого человека. Будь то остановить целевую индивидуальную программу, прекратить электронное преследование или что бы это ни было, вы знаете, что будет лучше всего разместить сам. А также листовки. У меня есть большое количество листовок, но я хотел бы призвать других людей принести туда больше листовок. Потому что в 2019 году у нас действительно закончились листовки, и если мы хорошо справимся с работой, то надеюсь вы знаете, что мы могли бы снова их раздать, раздавая много листовок. Даже гораздо больше листовок, чем мы сделали в том году. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я действительно хочу подчеркнуть необходимость того, чтобы каждый принес свой собственный знак или баннер, и чтобы люди проявили готовность и инициативу. Чтобы также принести больше листовок. Потому что мы никогда не знаем, сколько их будет раздано. Да, пожалуйста, 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 помоги мне с этим. Спасибо тебе. Итак, другая стратегия заключается в том, что я рассказал о нескольких стратегиях, которые собирался изложить в общих чертах. И одна из них гласила, не садись. Потому что если ты сядешь, люди могут этого не знать. Вы являетесь частью протеста, и вы знаете, что мы хотим максимально использовать протест, когда мы там находимся. Суть протеста заключается не в том, чтобы общаться с другими, а в том, чтобы общаться с людьми, шуметь и действительно делать так, чтобы наш голос был услышан. Так вот, еще одна стратегия заключается в том, чтобы шуметь и на сто процентов сосредоточиться на самом протесте, когда мы проводим акцию протеста. А затем займитесь своим основным занятием, общением, разговорами, знакомством друг с другом и налаживанием взаимопонимания, да и после акции протеста. Опять же, я не говорю, что ты знаешь, что мы не можем общаться и не можем сблизиться, и ты знаешь, что никаких разговоров и отношений не будет. И на протяжении всего процесса мы должны поддерживать связь, но главное внимание должно быть уделено протесту и поднятию шума, донесению информации до общественности. Кроме того, пожалуйста, одевайся прилично и планируй, как ты будешь выглядеть. Ты знаешь, мы хотим, чтобы все выглядело максимально правдоподобно и достоверно, как настоящий человек, мы хотим знать нашу информацию, ну, знаешь, вот так. Чтобы мы могли просто поговорить об этом очень легко. Исследуйте осведомителей, таких как доктор Роберт Дункан, доктор Барри Троуэр, Брайан Кокрон, посмотрите их видео, посмотрите, что они могут сказать. И запомните имена, которые вы можете сказать, «Эй, доктор Барри Троуэр рассказывает об этой программе уже много лет, и он сказал так, 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 так». А также ученый из ЦРУ по имени доктор Роберт Дункан, который действительно работал с этой технологией, также был осведомлен об этом оружии. Он действительно работал над этой технологией. У тебя могут быть такие вещи, как эти маленькие кусочки информации, которые делают то, что ты говоришь, правдоподобным, потому что если ты просто скажешь. Некоторые вещи, которые мы делаем неправильно, могут привести к тому, что наше дело покажется нам сумасшедшим. И я уверен, что вы все прекрасно осведомлены об этом, и вы знаете, что вы очень хорошо осведомлены, когда говорите об этом. Но мне просто нужно подчеркнуть это, чтобы люди знали об этом, чтобы убедиться, что у вас действительно есть факты, подтверждающие то, что происходит. Сделайте так, чтобы наш курс звучал наиболее правдоподобно в этот день. Ты также можешь поговорить о таких вещах, как патенты. Ты же знаешь, что по всему миру существует множество патентов и свидетельств жертв, которые подтверждают друг друга. Ты можешь говорить о таких вещах, как рассекреченные документы, которые рассказывают об этой программе, или о черном хранилище. Или о просочившихся документах, которые рассказывают об этой программе. Тот факт, что на веб-сайте IT Justice есть веб-страница, на которой рассказывается о 31 различных ученых и врачах, которые, я думаю, что сейчас 31 год. Во всяком случае, это примерно то число, которое говорит об этой программе и проверяет ее. Пожалуйста, веди себя дипломатично и профессионально. Это самое главное – знать свои факты, знать свою информацию и излагать их логично, достоверно и рационально. И еще раз повторяю, я говорю это не потому, что считаю, что люди не обязательно должны быть такими. Я только что заметил, что иногда, когда это происходит, это может заставить нас не говорить то, что мы хотим сказать правильным образом. И я сам испытал это на себе. Именно поэтому нам нужно подготовиться заранее, чтобы точно знать, что мы собираемся сказать. Хорошо, вот основные детали и основная информация о предстоящих протестах. Большое тебе спасибо за то, что выслушал меня, и, пожалуйста, приходи на мероприятие пораньше. В описании этого видео указано мое мероприятие на Facebook, и, пожалуйста, также обязательно прочти всю копию, описывающую это событие в рамках мероприятия на Facebook. Потому что там много важных деталей, и ты, вы можете использовать это в качестве напоминания или списка дел, с точки зрения вещей, которые нужно запомнить, таких как баннеры, листовки и т. Д. Большое тебе спасибо, и да, спасибо, что выслушал меня. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе. Пока.